У нас сегодня первый опыт в таком интимном, кулуарном формате разговора частного. Позвонил Алексей Иванов из Нижнего Новгорода. Если честно, так как я сегодня целый день отсутствовал, то я даже точно не знаю, в чем проблема. Поэтому буду наравне с вами вникать в то, что волнует Алексея. Здравствуйте, Алексей. И я надеюсь, что вы потерпите такой короткий момент рекламы. Хорошо? Хорошо. Дело в том, что 14 июня мы в Москве очно начинаем новый тренинг. И я назвал этот тренинг как цикл коротких видео. Короче говоря, он называется «Искусство жизни». Я считаю, что события случаются. И мы с вами считаем, что порой, что не способны ими управлять. И очень может быть, что дела обстоят именно так. Однако, тем, что случается, все равно руководят наши мысли, наши собственные мысли. Наши ожидания и наши отношения к тому, что происходит вокруг. И мы все знаем, что мысль часто становится материальной. Только не очень умеем этой материальностью управлять. Вот я и хотел попробовать провести тренинг для того, чтобы человек научился управлять своими мыслями, а следовательно, и своей жизнью. В конце концов, как известно, непроисходящие события, наше отношение к ним делает людей несчастными. Или сводит их с ума. А счастье, счастье, в общем, оказывается способностью мудро относиться к событиям, которые в жизни случаются. Вот, если события нам подвластны лишь частично, то собственными мыслями и ожиданиями мы способны управлять, как я надеюсь, и способны управлять полностью. И выясняется, что способность управлять реальностью – это способность управлять собой. Это и будет главным лозунгом нашего тренинга. 14 июня в 19.00 мы начинаем занятия очно в Москве, а 16 июня, с субботы, я попробую провести эксперимент, и мы будем проводить аналогичный курс «Искусство жизни и мыслей» в формате вебинара. Это будет по субботам в 18.00 московского времени. Подробная информация есть на сайте «Серебряных нитей», и ее там можно в любой момент посмотреть. Записаться можно по телефону, который часто появляется на экране. 8-985-123-01-86. 8-985-123-01-86. Все. Спасибо большое, Алексей, за то, что вы подождали, и мы вас слушаем теперь. Как-то я немножко, видимо, нехорошо подготовился, но, надеюсь, меня понятно. Значит, есть вот такой страх какой-то прожить скучную, однообразную жизнь. Значит, я женат, ребенок, два ребенка, две дочки и жена. Так, значит, мой рабочий день примерно так выглядит. Я просыпаюсь в 7.45, делаю там зарядку, йогу, контрастный душ. Это я все как бы методом опыта набрал в свою жизнь, потому что, ну, без этого вообще вываливалось практически все время. Затем, значит, иду, посещаю свое номинальное предприятие. Это торговое предприятие бывшее. Сейчас там просто арендован офис. Я в нем нахожусь в этот, ну, в течение рабочего времени и программирую. Потому что у меня, в принципе, всегда со школы был азарт в области программирования. И, ну, собственно говоря, у меня есть там некоторые заказчики, которые мне дают работу, но она не постоянно. Ну, в какое-то время она начала приносить больше денег, чем бизнес. И я тогда один еще, можно сказать, был сейчас вот просто с семьей. И сейчас у меня другие проблемы. Ну, как бы я понимаю, что это тоже не выход, вот сидеть там и программировать. То есть это как-то, ну, скажем, не ведет меня к какому-то некоторому накоплению в своем труде, не создает никакой капитализации. То есть я вот как бы хотел вообще задать вопросы, пообсуждать, а где человек, убрать энергию. То есть, допустим, а сейчас абстрагируемся от меня, потому что меня... Многие вопросы не очень ко мне, по той простой причине, что, увы, так сложилось в моей жизни, что бизнесом как таковым я никогда не занимался. Вот в положении фрилансера я, наверное, и сейчас нахожусь. Но все равно, ну, как-то вот бизнес – это для меня некоторая структура со своими целями, задачами, поставленными нормами прибыли и так далее и тому подобное. И я в этом совершенно не разбираюсь. Правда. Я могу сказать, что для меня тут очень важно несколько, наверное, главных принципов. И все они так или иначе относятся вот к тому тренингу, о котором я говорил и который я готовлю. Потому что, ну, мое понимание торгового бизнеса, оно чрезвычайно примитивно. В моей юности это называлось спекуляцией. Покупаю товар подешевле, пытаюсь или продаю подороже, если это получается. У меня есть тайное подозрение, что сама эта механика, она требует некого внутреннего самоопределения. Тут вот у нас на форуме есть одна замечательная дама, постоянная участница, которая постоянно меня просит, спрашивает, как же, видимо, она хочет магическим путем. Если бы я умел магическим путем, я бы был гораздо богаче, чем я сегодня. Вот. Но постоянно спрашивает, как же заработать деньги и как они функционируют вообще. Я боюсь, что тут есть вещи, которые мы очень часто путаем. Человек, прежде всего, должен определиться для себя, что он хочет. Он хочет жить интересно, потому что, на самом деле, всю энергию в жизни, и есть, у нас есть видео на эту тему где-то, откуда ее брать, всю энергию в жизни, по моему глубокому убеждению, дает любовь. Но не любовь к женщине, не любовь к детям, а любовь, как некоторое жизненное начало, которое позволяет чувствовать себя частью потока. Ну, например, в мужской жизни эту любовь обычно называют интересом. Интерес – это моя любовь к чему-то, к тому, что я на самом деле люблю. И, к величайшему сожалению, как интерес, так и этику, которую мы очень часто пытаемся в деньги привносить, как бы, они исключают. Я уверен, что много старших товарищей бизнесменов вам об этом говорило. Деньги – это не то, что интересно, и деньги – это не то, что позволяет следовать каким-то моральным принципам или чему-то еще, потому что деньги – это средства. Это как, ну, я не знаю, гаечный ключ. Это абсолютно холодная структура. Она может стать горячей только в руках мастера. И, грубо говоря, если человек выбирает зарабатывание денег, то он учится исключать всякие эмоции. Я, опять же, это первое, чего люди часто не понимают. То есть, для меня деньги и нечто интересное несовместимы. Ну, они бывают совместимы только в области азартной игры. И там, да, и там это достаточно сомнительно. Человек перестает заниматься общими вопросами бытия, перестает надеяться на то, что ему будет, там, не знаю, увлекательно, интересно, и честно ищет любую возможность ну, к этому самому бизнесу. Ну, собственно говоря, к тому, чтобы украсть или перепродать. Для этого он разыскивает огромное количество, перерывает огромное количество информации в поисках некого товара. Ну, грубо говоря, как поступают девушки, которые ищут денег, которые хотят денег. Это не для вас. Это для кубика. Есть такой персонаж у нас. И сейчас она присутствует. И я хочу сказать, что когда женщина зарабатывает деньги, ну, она, например, может отдаваться мужчинам. При этом она, для нее исключена всякая влюбленность. Она деньги зарабатывает. Это просто понятный пример. Влюбленность. Она включает арифмометр. И сначала отдается мужчине, который, ну, имеет какие-то деньги. Потом с его помощью она знакомится с другими мужчинами, которые имеют большие деньги. И так без конца и без края. В общем-то. И это чисто женский способ зарабатывать деньги. И они влюбленность, интерес полностью исключают. Они включают в себя искусство манипуляции мужчины, которое требует абсолютно безэмоциональной жизни. И точного расчета. Он прост, как пять копеек, на самом деле. Я сейчас, конечно, об этом говорить не буду. И что очень важно, она исключает внутренне для себя такие понятия, как любовь, там, не знаю, верность, долг, честь и так далее, и так далее, и тому подобное. Она ищет денег. А деньги все это практически в любом случае исключают. В мужской жизни, еще раз повторяю, они исключают интерес, потому что любой бизнесмен скажет вам, что то, что интересно, оно отнимает деньги и практически никогда их не приносит. Я тут иду немножко дальше и даже знаю некоторые магические приемы, но на самом деле как бы вот когда человек движется, ну я сори, как я, всю жизнь живет в направлении своих интересов, ну там, я не знаю, мне интересно вести радиопередачу, я ее веду, но как вы понимаете, это вовсе небольшие деньги, мне интересно писать книжки, на них сейчас вообще денег не заработаешь, мне периодически за книжки что-то платят, но это и это многие авторы говорят, что мне везет, мне вообще платят хоть чего-нибудь. Вот. интерес это некий любовь к чему-то, увлеченность чем-то, которая дает энергию, это нечто на что деньги расходуются, и человек может решить двигаться, как решил свое время я, человек может решить двигаться в сторону своих интересов, увлеченности своей, я в данном случае этот интерес имею ввиду. Как бы, и он, между прочим, двигаясь в сторону своих интересов, всегда может точно рассчитывать, что голодным он не останется. Есть такая удивительная штука, ну, да, о ней еще Христос говорил, поэтому я уж не буду повторять вот с древнейших времен эту мысль, но на самом деле ее смысл сводится к тому, что если человек убегает от денег, то они его догоняют. Крайне редко бывает так, чтобы они догоняли его в большом количестве. Ну, каким-то удивительным образом, если человек бежит от денег к интересу, к увлеченности, к любви, то ему есть на что жить. Ну, как бы вот ему нечего инвестировать, в том числе в бизнес, но вот на уровне жить у него всегда будут деньги, в том случае, если он от них убегает к интересам и любви. И, как мне кажется, энергия появляется тогда, когда мы это, что такое искусство мыслить или искусство формировать собственное убеждение, когда мы это разделяем жестко, раз и навсегда. Как бы деньги это достаточно тупая вещь, да, вы имеете все возможности для анализа того, чего именно люди покупают в вашем городе, и есть ли возможность эти товары как-то добывать чуть дешевле, чем их можно продать. Ну, я не знаю, ну, грубо говоря, является ли продуктовый магазин проектом? Ну, наверное, ну, как бы его детали, особенно, если у вас нет инвестиций, крайне неинтересно и неувлекательно, и не дают энергию, дает энергию только сама по себе необходимость выжить. Как бы к этому дальше можно прибавить некоторую креативность. вон, сделал же человек вкус вилл. Я вчера упал в этом магазине, сейчас храбаю до две даги. Вот. Ну, во всяком случае, сделал прибыльный проект, на самом деле, из ничего, на ровном месте. И я думаю, что аналогов такого вкус виллы можно придумать достаточно большое количество. Этот вопрос, вот этот, вот этот, никто за вас не решит, чего же все-таки пользуются хотя бы каким-то спросом, и чего вы можете добыть подешевле. Но это всегда так. как только вы начинаете формировать идею проекта, и как только вы висите в стадии формирования идеи, деньги убегают. Поскольку тут включается элемент креативности, ну, там, я не знаю, во вкус вилле, он не очень высок, типа качественные отечественные товары за небольшие деньги. Пока вы это формируете, как только вы перестали формировать, пришли к выводу, что вот такая рекламная концепция, вот вы это все придумали, вот вы там взяли кредит, или что-то еще, деньги начинают потихоньку возвращаться. Поэтому удивительная штука, ну, на стадии вот этого поиска проекта или его формирования, это стадия нищая у большинства. И снова, все зависит от того, что вы хотите. Вы мне писали, что вы хотите путешествовать. Да, я, кстати, не обратил этого внимания ваше, что торговый бизнес, он немножко меня подзаел. По-русски говоря, я цепляюсь за какие-то ваши слова, мы же не знакомы. Я сейчас больше в области разработки программного обеспечения нахожусь, ну, не мои проекты, крупных заказчиков, они, и меня вообще говорил, что интерес в эту область всегда лежал, еще времен школы, и вот есть вспышки такие, вот что-то там сделать свое, и они даже ведут к тому, что я это делаю, а потом получается, что я не обрастаю либо команды, или пытаюсь найти каких-то людей, которые могли бы присоединиться к этому, они тоже, может быть, загораются, но теряются, потому что нет финансирования, то есть его тоже у меня возникает вопрос, либо я его сам должен это финансирование добывать и выдавать им, как людям наемным, ну, в общем, такая каша небольшая, то есть не возникает партнерства в области, ну, назовем это стартапов, и моя уверенность, она тоже, ну, было несколько проектов, там я назову, там, ну, два, может быть, да, которые загорались, потом гасли, то есть не были доведены до конца, хотя, ну, находятся сейчас в состоянии, там, скажем так, путешествия, это все попытки, может быть, ну, объяснить себе, почему я не удовлетворен, ну, жизнью, то есть мне вот, смотрю иногда видеоблоги, хочется там проводить время просто, ну, не в офисе, я вам объяснил, что каждый день я вынужден там посещать, просто чтобы не улететь в этой жизни куда-то, в никуда, то есть ничего не делания, я вот вынужден посещать все-таки свой номинальный офис, и там, ну, промышлять, так скажем. Ну, понимаете, какая штука, дай бог, чтобы у вас был номинальный офис, в котором вы можете промышлять, я хочу сказать, что, опять снова, ведь это все, в некотором очень широком смысле этого слова, бизнес, и, ну, как только вы мне пишете про желание путешествовать, я вас уверяю, в общем, так случилось, что мне путешествовать, поездить, довелось много, ну, может быть, относительно, я понимаю, что есть люди, которые путешествовали куда больше, чем я, но могу вам сказать, что через некоторое время этот процесс тоже перестает приносить удовлетворение, потому что путешествовать надо зачем-то, ну, я не знаю, это, вот, правда, гречо уважаемые, ну, и писатели, Петр Вайль, и Александр Геннис, ну, вот, Вайль написал здоровую книгу под названием «Гений места». Вот он приезжал в города, там, искал какую-то фигуру, какой-то образ, который бы являлся гением этого города, и с точки зрения этого гения описывал города, и мне как-то всегда ужасно нравилась эта книга, и почти во всех городах, где, о которых он писал, я бывал, и тогда поездка для меня имеет смысл. Как бы, а в противоположном случае это тоже собрание, некоторое собрание впечатлений, которое через некоторое время начинает тупить, потому что города мешаются друг с другом в голове, от этих воспоминаний почти ничего не остается, если там не было каких-то острых романтических переживаний. И поэтому поездки это как деньги, это тоже средство. Как бы, и кроме всего прочего, это же тоже некоторый проект. Я хочу сказать, для того, чтобы путешествовать, можно попробовать создать туристическую фирму. Поскольку это одно из немногих желаний наших сограждан путешествовать, которая до конца никогда не удовлетворится. Но только тогда, когда вы из этих путешествий что-то будете выносить, когда они будут зачем-то, когда они будут не средством переключить внимание, о некоторой целью. Ну, вот, например, продажи туристических путевок. Причем, не забывайте, что туристический бизнес, он же бывает очень разный. Вот, можно возить людей по музеям виртуального искусства, можно по духовным и религиозным центрам. В общем, как бы, там тоже могут быть разные концептуальные модели. Понятно, что все это рискованно, но, тем не менее, это бизнес вполне достойный и более того, бизнес, в котором программное обеспечение играет просто колоссальную роль сегодня. И здесь можно выдумывать самые разные замечательные вещи. Вылетело у меня из головы просто как бы тема для меня совершенно неожиданная. Господи, как называется эта гостиничная фирма, которую создали два мальчика голландца? О БНБ, наверное, вы говорите? Я даже не о БНБ, ладно, сейчас вспомню. Ну, неважно, есть разные модели отельных баз, да, и тут, в общем, есть чем поковыряться. Как бы, и снова, ковыряться в этом во всем можно только с одним условием. Вы должны понимать, что если вы хотите, ну, правда, вот у вас есть страстное желание ездить, снова все упрется в эту, в эти две ступени. Когда вы идете за интересом, за своим, не рассчитывайте на огромные прибыли, даже на большие, и сразу. Дай бог, если вы будете немножко окупаться. Вот. И поскольку вы идете за своим интересом, и даже когда вы пишете сам по себе проект в соответствии со своими интересами, вы не можете рассчитывать на большие деньги по той простой причине, что деньги, как метафизическая структура, этого не любят. Ну, правда, как бы они цифры, и они не терпят эмоционального вложения. а вы хотите, ищите именно его. Поэтому в первую очередь надо себе совершенно четко сказать. Вы хотите энергии жизненной, тогда вам нужно двигаться в сторону своих интересов. Я, к сожалению, уж по IT вас точно проконсультировать не смогу, по той простой причине, что лучше уж это к нашему Саше Алексуфу обратиться, по той простой причине, что он тоже айтишник, тоже мается между интересом и деньгами. И я хочу сказать, что возможно вы найдете какой-то общий язык, поскольку он тоже уперся сейчас в потерю компаньона и переживает очень. Я считаю, что здесь тоже могут существовать проекты, проекты, которые связаны с вашим интересом. Как только вы будете делать что-то для себя интересное, ну, я не знаю, допустим, это очередная отельная база или что-то похожее, как бы вы больших денег получать не будете, но на жизнь хватать будет. А потом, когда у вас потеряются эмоции и увлеченность, и когда вы задумаетесь о том, не писать ли книгу на эту тему, как Ваэль, то опять энергия и интерес вернутся, а денег будет гораздо меньше. Ну, вот вопрос у меня есть, такой у меня некоторый конфликт возник из ваших объяснений. Вы говорите, что для получения энергии нужен интерес. Да. Разделяю. Но получается, эта энергия приходит к индивидуалу, то есть, например, ну, я чем-то увлекся, я получил эту энергию, продолжаю этим заниматься. На каком-то этапе становится, ну, мне, во всяком случае, сейчас пока кажется так, что, ну, это путь как бы в каком-то смысле в никуда, потому что ты все завязываешь на себя, на свои одни руки. А вот мне вот как-то в моем мышлении представляется, что рост возможен, ну, вообще рост проекта возможен только с появлением подчиненных рук, рук рабочих, то есть некоторых исполнительных рук, которые позволят тебе выставлять какие-то четкие временные, что ли, так скажем, пределы, задачам, потому что если не будет подчиненных рук, на которые ты сможешь выставить эти задачи, то, ну, твои руки тебя, скорее всего, подведут. Ну, мне так кажется, потому что те проекты, которые, как бы, ну, могут конкурировать на рынке, они, ну, и хотя бы пережить вот этот зачаточный этап, они, ну, так скажем, сложные достаточно должны быть, потому что, ну, простые проекты, они уже все съедены, по-моему, такие вот, что там просто на коленке что-то сделал, мне кажется, тяжело распространить и как-то, ну, увеличить сложность, чтобы появилась аудитория у этого всего. Я вот не знаю, вот вы, например, я извиняюсь, что на вас внимание переключают, достаточно, я вот не знаю, вы же тоже не один, наверное, работаете, и, допустим, у вас был интерес к подобным семинарам, я просто первый раз вот с вами на этом семинаре, и как-то вот вы и время выставили, и народ собрали, и форум там, условно говоря, существует, и какая-то медиа какая-то существует, ну, в это вложено, я думаю, ну, это вот неужели вот только вашими руками, мне кажется, если бы вы только сами все это делали, вы бы это, ну, завалили, наверное, через там, ну, 8 месяцев работ. И получается, что вот ты вынужден, значит, как говорится, искать людей, подчинять их каким-то образом, и вот выходит это из области интереса, получается, правильно же? Или я неправильно понимаю? Нет. Ну, что касается меня, то я думаю, что вы понимаете и правильно, и неправильно. На самом деле, вот я только что говорил о Саше Алексуфе, это наш главный администратор проекта, и в общем, практически все эти годы мы вдвоем, и все эти годы он отказывается брать деньги, и вот эти все видео я веду, он оформляет, и не стану от вас скрывать, мне сотрудники, менеджеры, организаторы очень нужны, потому что, ну, есть в моей жизни, в моих проектах есть вещи, которые, правда, важны, они есть даже, как ни странно, в лекарственном виде, можно было бы делать какие-то полезные для нервной системы людей лекарства, основываясь на вещах, над которыми я работал долгие годы, но в остальном мое положение точно такое же, как ваше, если бы не было Саши, то этого проекта тоже не было бы, ну, просто он как-то так вот сам нашелся однажды, был поклонником моей радиопередачи, радиопередача, это тоже, естественно, сотрудники, это звукорежиссер, это режиссеры, выводящие в эфир, это, ну, в общем, это целая радиоредакция, которой, конечно же, платил не я, это, ну, в данном случае, радио, на котором я работал, было государственным радиом, вот, а сайт «Серебряные нити» открыл Саша в одиночку, параллельно со своей основной работой, ну, наверное, потому, что ему он любит до сих пор, я надеюсь, если бы ему окончательно не доели, он любит до сих пор и мои идеи, и сам проект, вот, кроме того, проект это не очень популярный, народу у нас немного, и я упираюсь ровно в те же самые проблемы, я бы мог сделать огромное количество вещей, но те вещи, которыми занимаюсь я, в одиночку делать невозможно вообще, потому что нужны врачи, нужны люди, я не знаю, которые занимаются какой-то нормальной рекламой, на которую я способен не очень, видите, я могу только произнести какие-то фразы в начале, вот, и более того, такие люди были и есть, и есть люди, которые любят наш проект, постоянно общаются и хотят помочь, но я конечно не могу их просить работать бесплатно, вот, и поэтому в жизни каждого проекта наступает какой-то момент, когда вы инвестируете деньги и платите их людям, и даже людям, ну я не знаю, к которым я отношусь с большой симпатией, считаю их своими друзьями, ну я же понимаю, что им точно так же, как мне, нужно на что-то жить, поэтому у нашего проекта проблемы, собственно, абсолютно те же самые. Многое можно было бы сделать, я имею в виду в области вот моей, то есть в области альтернативной психиатрии, альтернативных подходов к психически больным людям, к неврозам, но вы абсолютно правы, нужны сотрудники, их финансировать, мне их точно так же нечем, и я поэтому в общем, даже когда прошу кого-то о чем-то, то очень стесняюсь, ну например, там я не знаю, на своих социальных ресурсах вот ту же самую рекламу, тренинга разместить. Вот, так что, а все остальное, ну как сказать, это именно моя любовь, и такое, знаете, отчасти, очень часто, ну не очень, вру, пытаюсь быть искренним и вру, ну в общем, довольно часто хочется все бросить, и перестать вести эти эфиры, но я понимаю, что что-то такое, я просто взорвусь изнутри, потому что еще есть пока мысли, которые я не высказал, и которые, в общем, к сожалению, практически бесполезно сегодня писать в книгах, поскольку их никто не читает, никто не покупает, за них не платят, вот, поэтому я зато, зато, зато на этом опыте, опыте серебряных нитей, я вам могу сказать, нет, я при этом нищий, я сосу лапу, в общем, нет, я могу себе позволить иногда куда-то ездить по-прежнему, там, я, видите, могу себе позволить курить хороший табак, вот, я не нищенствую, не хожу с протянутой лапой по свету, но проблема заключается в том, что это для меня вот сегодня по итогам результат того, что я посвятил свою жизнь своей увлеченности, да, ну, давайте, скажем так, человеком и его душой, а когда выяснилось, что, в общем, надо что-то еще и оберегать в этой душе, потому что всякая собака пытается ее покалечить и отгрызть кусочек, то я, в общем, как-то не бросаю и продолжаю этим заниматься. Как-то так выглядит эта история. Я, в свою очередь, прошу прощения за длительный разговор о себе, но эти, вот то, о чем я говорю, это вещи, которые очень хорошо известны мне на собственной шкуре. Как только, есть ли, была ли у меня когда-нибудь возможность, там, я не знаю, открыть какой-то свой коммерческий центр, предлагал ли кто-то инвестиции, да, но тут есть такая мощная проблема, как проблема, она проблема любого бизнеса, любого медицинского бизнеса. Дело в том, что в области психиатрии, наркологии, психотерапии продавать сегодня можно только чудеса. Ну, то есть, я придумываю какую-нибудь волшебную палочку, типа кодированную, и ей торгую. А какая-то настоящая психотерапия и какие-то по-настоящему глубокие разговоры, они в нашем обществе спросом не пользуются. Особенно, если ты пытаешься этой глупости что-то противопоставить. И как только ты берешь деньги на медицинский центр у кого-то, это же понятно, что ты их должен возвращать. И это означает, что ты начинаешь формировать и продавать какие-то там волшебные палочки. ты начинаешь врать пациентам. Если честно, я этого никогда не умел делать. Почему? Спрашиваю я себя. Потому, что это выбор между деньгами и интересом, и увлеченностью, и любовью. потому, что коммерческий центр это изобретение лжи и ее продажа за большие деньги. Ну, я утрирую, бывает там чуть по-разному, но, к сожалению, исключений я практически не знаю. Рассчитывать в нашем обществе на какие-то благотворительные деньги для создания серьезной какого-то медицинского проекта в общем невозможно. Мы пока находимся на уровне помощи. Фонды помогают частным лицам, и слава Богу. Люди помогают частным лицам, и слава Богу. Вот, поэтому медицина это такая немножко отдельная область. И то, я говорю, я бы попробовал, но проблема заключается в том, что я понимаю прекрасно, что мои доходы сегодня вовсе не таковы, чтобы я мог отдавать долги под кредит, долги за кредит, которые я возьму для зарплаты сотрудникам. Поэтому, увы, еще вопрос хотел вам задать. Вот, когда есть интерес проекту, да, какому-то, скажем, вам нравится медицина, вы возбудились на этот, как скажем, сектор, человеческой жизни, и занимаетесь ею. Но появился проект, вы на него приключаете, его принимаете в жизнь, отдаете ему свое внимание. Возможно, в это время появляется второй проект или третий. Они же, ну, как вступают в конфликт между собой за ваше внимание, как побеждает сильнейший или как вообще посоветуйте, допустим, если вы говорите переключайся для получения энергии, творческую нишу, а там как раз такие начинают вот именно такие вот, как сказать, рождаются такие некоторые, так скажем, вот давай этим позанимаемся, давай теперь вот этим позанимаемся. А поскольку модель бизнеса, сейчас я закончу это предложение и спрошу, поскольку модель бизнеса, она как-то отклоняется, мы как бы принимаем, что, ну, занимаемся тем, чем интересно и в итоге вот, как-то объяснить, что вроде как набрал на себе трех-четырех, что интересно вещей и поскольку ты, допустим, не применяешь к ним бизнес-правила, не пытаешься выстроить некоторую систему, там, по два часа дня этого проекта, по два часа этого проекта, то как получается все развалится или как лучше мнение узнать? Ну, кто-то написал, Яфая написала, это разбросанность, я не знаю, к нашему разговору это имеет отношение или нет, но хочу сказать одну очень простую вещь. Первое, я сторонник того, чтобы когда присутствует разбросанность, увеличивать нагрузку, а не уменьшать ее. В общем, идея очень простая, когда вы занимаетесь тем, что вам интересно, в сутках как-то само собой становится больше, чем 24 часа. Единственное условие игры, я бы воспользовался не столько словом творчества, сколько словом креативности. Как бы когда вы создаете некоторый проект под себя и под свои интересы, то вы пытаетесь сделать его цельным, то есть действительно сделать проект и как бы на него отводите большую часть времени в сутках, а все остальное время вы занимаетесь теми делами, видимо, о которых вы говорите на тему, когда вы ходите в свой офис. Вот, собственно, и все. Я считаю, что от разбросанности помогает исключительно увеличение нагрузки, а не уменьшение ее. И не расслабления. То есть получается всеми проектами заниматься, которые приходят в голову? Леш, я же не знаю, какие проекты приходят вам в голову и даже больше того, я не знаю, что вы называете проектами. Я считаю, что в вашей ситуации у человека в жизни должно быть два проекта, которые он должен со временем пытаться соединить в один большой. Один проект обязательно должен быть связан с вашей увлеченностью. Один проект обязательно должен быть связан с не только деньгами. Это не важно, что это за проект. Проект там творческий, вашей собственной виртуальной живописи и ее раскручивания и продажи или это проект создания турфирмы. Это проект чего-то, что должно вас окрылять. Ну, я не знаю, хотите, я сейчас условно, вы на самом деле это знаете. Знаете сами. Как бы в НЛП для этого существует такой стандартный вопрос. Этот вопрос заключается в это вопрос очень прост. На что вы готовы тратить деньги, лишь бы этим заниматься? Причем имеется в виду не потребление, например, поход в кино. Я смотрю телевизор, то есть я потребляю. А чем вы готовы заниматься? Вот я единственное, что про вас знаю, это то, что вы готовы заниматься поездками. Это деятельность такая, да? То есть надо куда-то ехать, с кем-то общаться и так далее. Скорее формат времяпровождения и окружающую обстановку заинтересован поменять? Нет, ну это все равно, как бы это сказать, это некая деятельность для меня в условной такой классификации. То есть я не ложусь на диван и включаю видео, а все-таки куда-то еду, меняю какую-то обстановку, там начинаю о чем-то думать в этой другой обстановке. Я вам в ответ говорю, создавайте турфирму. Там, я не знаю, есть люди, которые готовы платить деньги за то, чтобы ездить на рыбалку. Тоже не ахти какое дело. Но тем не менее, это все равно какая-то деятельность. Вот я люблю книжки читать, чистое потребление. Я люблю кино смотреть, это чистое потребление. Я люблю в музей ходить, уже какой-то элемент деятельности появляется. Я имею в виду там в данном случае именно прямой вопрос, за какую деятельность вы готовы платить деньги, лишь бы ей заниматься? Сложный вопрос. На самом деле у меня что-то с сознанием видимо не так. Я вообще ни за что не готов платить деньги. Я готов только накапливать. Я не знаю почему. Я честно сказал просто ответом. Не, так и надо. Но на самом деле... Хотя нет, я вот сейчас вру, потому что дали бы мне допустим какой-нибудь источник некого удовольствия, я бы наверное готов. Если бы они у меня были, конечно. Самый простой пример это вот сейчас пока не буду, обойдемся без примеров, но пример вот такой пока в мыслях возникает. Не, без примеров не могу. тогда поскольку я как бы сейчас это не делаю, а у меня есть возможность наверное какая-то либо я не нашел это занятие за что бы я как раз был это платить. Мы там убираем эти секции спорта, плаванием занимаюсь, плачу, но это не об этом сейчас речь идет, а какой-то другой для чего. Если вы занимаетесь плаванием для здоровья, то не об этом. А если вы занимаетесь плаванием потому что не можете не плавать, это возможно что-то более важное. У меня просто в кайф плавать, поэтому плачу за это и этим занимаюсь, но я считаю что это не такой большой расход денег, поэтому я не беру эту деятельность во внимание. У меня были такие мысли поехать в большом бассейне поплавать под открытым морем, под открытым миром. Я присмотрел несколько и посещал это место, где он находится, но туда не пошел. Значит, я не готов сделать там попросили просто много, я сказал, ну, как здесь там. Вот. И что-то другое, сейчас привести пример, нету такого хоби, такого, который может быть вы имели ввиду, такого получается не нашел, либо заблокировал, что-то нет было. Может быть. Может быть заблокировано по той простой причине, что человек не может без мечты. Как бы, ну, я не знаю, я, например, считаю, что человек не может уснуть, если он о чем-то не мечтает. Не важно в данном случае, не важно о чем, он может мужчина, мечтать о женщине, о плавании в бассейне под открытым небом, и опять снова, да, ну, из этого же и всего, включая сюда бассейн под открытым небом, и плавание на досках, серфинг, яхты, и все, что угодно другое, можно сделать свой собственный коммерческий проект. Потому что, я же слышу плавание на открытом воздухе, я же слышу перемены, движения, вода это переменчивая стихия, женственная стихия, вам не хватает женщин, вам не хватает влюбленности, вам не хватает полета, вам не хватает перемен, и это значит, что ваш бизнес связан с движением вводной, то есть, возможность вашего проекта связана с движением в какой-то переменчивой стихии, что хорошо, потому что это же означает, что вы боитесь рискнуть, но на самом деле, что вы склонны к риску, и что рисковать вам хочется. Вот я думаю, что вам нужно разрешить себе это в чем-то, вот и все. В чем-то, о чем вы знаете, на самом деле, я уверен, что знаете, потому что все равно втайне мечтаете об этом, хотя и скрываете эти мечты от самого себя. Как бы, зачем нужны поездки? чтобы уехать от семьи и чтобы было больше женщин, ну, опять же, я могу опираться только на плавание и не требую от вас ответа. Возможно, такой вариант. И как бы, ну, это же тоже бизнес, там же существует целая куча всего, вам же 30, мне скоро 60, у меня уже шансов нету. А у вас создать модельный бизнес на полном серьезе, не публичный дом, а модельный бизнес. Все это, на самом деле, реально, надо просто посмотреть, что с этим происходит в Нижнем Новгороде, все это требует айтишного обеспечения, все это требует айтишных идей, потому что без этого вообще никуда. Сегодня решительно никуда. Просто надо разрешить себе, самому себе это сказать, ну, как бы, бывает очень по-разному. Иногда бывает так, что мужчина должен разрешить себе удовлетворить свою страсть к женщинам, потому что иначе это все взрывается однажды как бомба и в лицо семьи. И если для этого нужно создать бизнес, ну, я думаю, что это вполне возможно. вот на это психотерапевтический рассказ, потому что ваша тяга к воде это тяга к переменам, к переменам в женской стихии. Что вы можете сделать ради женщины, для того, чтобы привлечь женское внимание, да, целую кучу всего. парфюмерия, одежда. Мне кажется, это будет очень ваше, если вы начнете подходить к этому с интересом, не боясь на каком-то этапе чем-то рискнуть. Это то, что я могу сказать из вашей любви к плаванию. А так как этого мало, я не претендую на объективность. У меня 38, я же не 30-летний уже. Ой, а выглядите как 30-летний. Значит, ну, все равно для... Только на картинке. Да, на картинке, да. Для мужчины это все равно не возраст. Неуверенность еще ведь есть во всем, что новое и ну, что я не знаю. Ну, понимаете, какая штука? Проблема в том, что, ну, для чего люди приходят на такие вот, на такого рода видеоконсультации? На самом деле они приходят для того, чтобы обрести уверенность в чем-то, что знают сами. То бишь, для того, чтобы старый дядька им сказал, ну, вообще-то дела обстоят вот так и вот так. И вы в моих словах нашли бы подтверждение каким-то собственным мыслям. А иначе эти консультации смысла не имеют. Согласен. Ну, вот. Я надеюсь, что какие-то подтверждения своим собственным мыслям вы в моих словах находите. Ну, по крайней мере, выражение лица у вас чуть более удовлетворенное, чем было в начале. Ладно, я думаю, что мы сегодня протрепались достаточно. Подумайте, переварите то, что мы обсудили. Захотите, как-нибудь однажды продолжим этот разговор. Спасибо вам. И вам спасибо. Пока-пока. До свидания. Люди, помните про тренинг, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...